Великим каноном для обыкновения Великим каноном для обыкновения Обо всем, чем жила церковь на этой неделе Всемирное наследие Вопрос сохранения украинских памятников, внесенных в список ЮНЕСКО Похвала Богородицы церковь прославляет Божию Матерь В памяти жертв фашизма в Донецке прошла поминальная панихида Крест и скальпель в Киеве состоялся вечер памяти святителя Луки Крымского Кровь для больных детей донорами стали более полутора тысяч жителей Запорожья Символ милосердия Обществу Красного Креста в Украине 95 лет Музыка сквозь время Вечер старинной украинской музыки в музее Ивана Гончара В среду вечером в православных храмах совершалась особая служба Марии Настояния На этой службе единственный раз в году прочитывается целиком Великий канон Андрея Крестского Который звучал по частям с понедельника по четверг в первой седмице Великого Поста 17 апреля святейший патриарх Московской Евсея Руси Кирилл В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Отслужил утреннюю щение великого покаянного канона Преподобного Андрея Крестского И жития преподобной Марии Египетской Откуда начну плакать и окаянного моего жития одеяния Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию Но як облагоутробен даст мне при грешении оставление Утреннее богослужение четверга называется Андреевским стоянием И стоянием Марии Египетской В каноне собраны и изложены все побуждения к посту и покаянию И Святая Церковь повторяет его теперь в полном составе Чтобы вдохнуть в нас новые силы к успешному окончанию поста На камене мя веры молитвами твоими утверди, Отче, страхом мя божественном ограждая И покаяние Андрея подашь мя молюсь идти И избави мя от сети врагов ищущих мя Троица простое нераздельное единосущное естество едино Светови и свет и свято три Едино свято поется Бог Троица На воспой прославе живот и животы Душе всех Бога Поемте, а благословимте, а поклоняемся тебе, Богородительница Яко нераздельные Троицы породила и си единого Христа Бога И сама отверзла и сенам сущим на земли Селение небесное 18 апреля во всем мире отмечают День памятников истории и культуры Этот день был установлен 30 лет тому Ассамблея Международного Совета По вопросам охраны памятников и достопримечательностей, созданного при ЮНЕСКО Накануне в Киеве в МИДИ состоялось очередное заседание Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО На заседании комиссии особое внимание было уделено выполнению поручений президента По вопросам состояния сохранности религиозных памятников, архитектуры и культуры Внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Киево-Печерской лавры и собора Святой Софии В работе комиссии принял участие викарий Киевской митрополии Епископ Бородянский в Арсенофии Владыка отметил, что без церкви невозможно сохранить религиозное сооружение для следующих поколений Потому что само сооружение храма, являющееся памяткой архитектуры, без молитвы, без духа, будет мертвым Различные организации могут только помогать общинам И сохранять их культурные сооружения, а именно храмы Кто может лучше сохранить, как не лаврская братья, те храмы, которые строились, братья и кельи И все памятки, которые входят в Киево-Печерскую лавру Думаю, что сегодня уже все убедились, что лавра является образцом сохранения храмов Именно со стороны братьей, во главе с наместником Киево-Печерской лавры Принимая участие в заседании, которое проходило 11 апреля в Министерстве иностранных дел Я также говорил о том, что мы принимаем активное участие в сохранении памятников архитектуры И что мы готовы идти на плодотворное сотрудничество с теми организациями Которые также обеспокоены вопросом сохранения наших памятников В субботу, пятой седмицы Великого Поста, Церковь возносит похвалу Пресвятой Богородице Приближается праздника в праздник Пасха Христова И каждый православный верующий, вспоминая крестный путь Божьего Сына, пострадавшего за наше спасение Почитает и его Пречистую Матерь Вот уже 2000 лет весь род человеческий ежедневно прославляет ее За ангельскую чистоту и величие, за любовь к Богу и людям, за ее заступничество и покровительство Мы прославляем Богородицу в различных молитвах и песнопениях А в эту субботу Акафистом, в котором каждое обращение начинается словом «Радуйся» Праздник похвалы Пресвятой Богородице установлен в IX веке Сначала торжественное богослужение совершалось в этот день лишь во Влахернском храме Константинополя Перед чудотворной иконой Божьей Матери Сейчас этот образ находится на Афоне Но со временем этот праздник распространился и на всю Восточную Церковь Торжественно отмечают День похвалы Пресвятой Богородице в Киево-Печерской лавре Здесь молятся перед образом Божьей Матери, называемым Печерская похвала По преданию икону подарил лавре император Петр I В ней размещено множество мощевиков с частичками величайших христианских святынь Образ украшен серебряной ризой с позолотой, которую изготовили в 1840 году Икона Печерская похвала находится около левого клироса Крестово-Сдвиженского храма Лавры Но в этом году, в связи с реставрацией церкви, временно перенесена в храм всех преподобных Печерских В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Донецке У мемориала шурф шахты номер 4-4-бис прошла поминальная панихида по невинно убиенным во время Великой Отечественной войны Мемориал возведен на месте гибели тысяч людей, убитых и брошенных в шурф оккупантами Здесь меньше, чем за два года погибло более 100 тысяч человек Ежедневно несколько машин, иногда просто вереницы шли машины, везли, везли, везли людей, везли со всей области Есть свидетельство того, что из Харциска привозили, из Селидова, из других городов нашей области И людей расстреливали, правильно сказать, сначала расстреливали, ставили на колени, перед шурфом стреляли в затылок и сапогом сбрасывали туда Детей бросали живые Молебин возглавил настоятель общины Рождества Пресвятой Богородицы Протеерей Георгий Гуляев Вместе со священником у мемориала молились сотрудники шахтостроительной компании Донецк «Шахтопроходка», а также жители района Глубина шахты 365 метров Когда после освобождения Донбасса в шурф спустили проволоку с грузом, она опустилась только на 55 метров На 310 метров шурф был заполнен телами Сейчас над этим леденящим напоминанием о безбожных жестоких годах возвышается обелиск в виде разорванного сердца Пусть всегда в сердцах наших будет память о Молоткове, о Хатыни, о Бухенвальде, о Свенциме, Дахау Множество тех мест и это место, эта шахта 4-4 вис Пусть будет напоминанием всем нам о том, что так не должно быть, это не должно повториться К 1125 годовщине Крещения Руси в Российском Центре науки и культуры провели особый вечер Здесь почтили память человека, соединившего в себе твердость веры, профессионализм врача, талант писателя и художника Одним словом, просто удивительного человека, которого Церковь присоединила к сонму святых С кого брать пример современному человеку, знают наши корреспонденты О его многочисленных талантах можно говорить непрестанно, начиная медицинскую практику Он мечтал быть простым земским врачом Хирургический опыт приобрел на фронте Российско-японской войны Там он повстречал и будущую жену Семейное счастье Валентина Феликсовича было недолгим Жена умерла от туберкулеза, оставив его с четырьмя детьми Священство и епископство принял в начале 20-х, когда за одно исповедание веры можно было оказаться за решеткой, что вскоре и произошло В ссылке он провел 11 лет, но служение пастыря и врача не прекращал Он написал несколько научных работ, которые сегодня изучают студенты Перед операцией святитель Лука всегда спрашивал, верит ли оперируемый в Бога У него иконка стояла и всегда ставил крестик йодом Вот и после этого, значит, во имя Господа и для спасения пациента начинал операцию И его подвиг нравственный имеет огромное значение для воспитания студентов Отец Геннадий не случайный человек на празднике Священник похож на Луку, конечно, не внешне Отец Геннадий по образованию, также хирург Еще юноша его готовили врачом для афганских военных пунктов На втором курсе он начал сомневаться в правильности выбора профессии Геннадия звала церковь Он не знал, как соединить духовность с хирургией И вот однажды ему на глаза попала книга о жизни святителя Луки И тогда юноша понял, он тоже станет священником-врачом Это человек действительно эпохальный Это человек, которого Господь нам явил, вот нашему поколению, предыдущему поколению И будущим поколениям, как образец Как образец нравственности, как образец профессионализма Как образец святости и веры Как образец научного работника То есть это действительно идеал, к которому может стремиться сейчас и современный врач И современный священник, и современный психолог И кто бы, так сказать, не был какой профессии Потому что это действительно гармоничная личность В 1942-м святитель Лука получил санархиепископа И сталинскую премию первой степени за свои научные работы Он был врачом и целителем при жизни Сегодня же источником исцеления являются его святые мощи По молитве перед ними многие люди получают исцеление Святитель Лука и ныне продолжает свое служение С великой радостью восхвалиться И попросил вас из подлинья нас Будем же достойны этого И мы будем залипать Какая самая преследуемая религия в мире О судьбе православного храма в Ницце А также о том, какие дары приносили паломники В Иерусалимский храм гроба Господня В эфире международные новости Предстоятель Православной Церкви Чешских земель Словакии Митрополит Словакии Христофор Подал прошение об отставке На заседании Священного Синода Церкви Местом пребывания Иерарха Определен Преображенский монастырь В селе Тешев Место блюстителем Предстоятельского престола Избран старейший архипастер Церкви Архиепископ Аломоутский Симеон В Соединенных Штатах Америки Издана книга о современных преследованиях христиан В мире авторы исследования Пол Маршалл, Лела Гилберт и Нина Шеа Выделяют три причины современных преследований христиан Коммунистические и посткоммунистические режимы Все еще стремятся к тотальному политическому контролю Индуистские и буддийские националисты Смотрят на христиан как на религиозную или политическую силу Радикальный ислам стремится к религиозному доминированию Авторы отмечают, что сегодня более двух миллиардов верующих Вынуждены опасаться за свою жизнь Так христианство – самая преследуемая религия во всем мире Русский собор во имя святителя Николая Мерликийского Окончательно перешел во владение России Соответствующее решение приняла Кассационная палата Высший орган Французской Республики Церковь построена в начале 20 века И считается одним из красивейших и известнейших православных храмов страны С 1931 года собор находился в юрисдикции Константинопольского патриархата Несколько лет за святыню шел спор между общинами русской и константинопольской юрисдикцией После последнего судебного решения Община храма планирует начать работы по реставрации здания Далее в программе вы увидите Кровь для больных детей донорами стали более полутора тысяч жителей Запорожья Символ милосердия Обществу Красного Креста в Украине 95 лет Музыка сквозь время Вечер старинной украинской музыки в музее Ивана Гончара В Запорожье завершилась благотворительная акция «Любовь милосердствует» В рамках данного проекта собирали донорскую кровь и средства на лечение онкобольных детей Донорами стали более полутора тысяч жителей Запорожьей области Среди них и представители силовых структур МНСники, работники пенитенциарной службы, военнослужащие вооруженных сил Многие силовики сдают кровь не впервые Однако есть и новички в этом деле Константин Неверов один из них Вида крови и самой процедуры, конечно, не боится Говорит, пришел сюда, потому что сам отец У меня у самого дочка, поэтому я прекрасно понимаю тех людей, которые нуждаются в помощи для лечения своих детей Доноры с опытом уже хорошо знают ход процедуры и добросовестно ждут своей очереди Все хорошо понимают, важна каждая капля крови, ведь речь идет о жизни больных детей Мы участвуем в благотворительной акции Запорожской епархии Любовь милосердствует уже не первый год, а третий год подряд Сегодня мы здесь с такой благородной миссией Для того, чтобы спасти человеческую жизнь Для того, чтобы спасти детскую жизнь Максимально допустимая разовая доза сдачи крови для одного донора 450 граммов Все зависит от состояния здоровья, объясняют врачи В среднем теперь у нас проходит где-то 80 человек, а так до 50 Особенности акции вот в этом году, это то, что вовлекаются в ряды доноров новые доноры Во время акции «Любовь милосердствует» областная станция переливания крови работает без перерывов Чтобы принять всех доноров-добровольцев, и врачи не жалуются Говорят, надо радоваться, что в Украине столько не без различных людей Эмблему этой организации знают во всем мире Она давно стала символом милосердия и жертвенного служения Общество Красного Креста Украины на днях отмечает свое 95-летие По случаю годовщины в Киеве прошли праздничные мероприятия Начались они открытием исторической выставки А завершились громкими поздравлениями и концертом Далее о праздниках и буднях Украинского общества Красного Креста 18 апреля Общество Красного Креста Украины отметило свое 95-летие Но не будет преувеличением сказать, что это движение в Украине зародилось еще в конце 18 века Основатель украинской анатомии и хирургии Петр Загорский Со временем академик во время войны с Польшей Был военным врачом и оказывал помощь пленным и гражданскому населению Без развлечения на своих и чужих Именно поэтому его считают предвестником Украинского Красного Креста Это одна из самых старых в стране организаций, олицетворяющих помощь, гуманизм и милосердие Сама ситуация в стране диктует ту или иную программу или направление деятельности Красного Креста в Украине У нас не было Чернобыля, не было чернобыльской программы А и по сей день мы предоставляем помощь пострадавшим вследствие аварии Раньше не было у нас беженцев, иммигрантов Мы этим не занимались А вот сейчас появилась программа помощи таким людям Общество Красного Креста Украины – это более 6,5 миллионов лиц, объединенных в почти 47 тысяч первичных организаций Представители многих регионов встретились в Киеве в эти праздничные дни Юбилей организации начался открытием выставки в Музее истории Киева, которая рассказывает о направлениях деятельности общества Завершились празднования в Киевском Доме Учителя Участники общества поздравляли друг друга, но и в праздничные дни не забывали о наболевшем Такие общепризнанные во всем мире организации, как Красный Крест, должны иметь поддержку на всех уровнях От самых высоких эшелонов власти и до простых людей Люди должны понять, что все, кто работает в Красном Кресте, трудятся прежде всего на благо нуждающихся людей Это единственное национальное общество, сохранившее патронажную службу И обслуживающее одиноких пожилых людей, нетрудоспособных граждан, инвалидов, ветеранов войны и труда Которые смотрят на дверь или на телефон, чтобы кто-то вошел И когда мы заходим, так этот человек от радости, мы ему столько энергии приносим Что он от радости оживает, он начинает улыбаться Кроме оказания медицинской помощи по назначению врачей, патронажные сестры ухаживают за больными Решают множество вопросов, связанных с предоставлением бытовых услуг Организации консультаций врачей и устройством пациентов в интернаты Поэтому волонтеры становятся самыми близкими людьми для одиноких людей Потому что в основном они же одиноки, им не с кем поговорить А в основном, что не столько помощь такая, медицинская, это понятно А сколько общения, человеку нужно общение Практически все наши подопечные, в основном им надо пообщаться Волонтеры – это работа по зову сердца Поспешность, невнимание и неуважение друг к другу не могут сопровождать работу волонтера Красного Креста Открытость и сочувствие создают условия для эффективного общения с различными людьми Умение сочувствовать ближнему, а еще уникальная возможность творить добро Посещали мы одну семью, неблагополучная семья, у которых пятеро детей, условия там никакие Им просто элементарно не хватало даже в первый класс пойти одежды, рюкзаков Поэтому мы собрали деньги, купили им элементарный рюкзак Они были очень довольны Не безразличных людей много, просто их надо найти и организовать Только вместе можно сделать нечто действительно великое и полезное Об особенностях старинной украинской музыки и монументальной сакральной живописи Можно узнать не только на концертах и выставках, но и на творческих встречах художников С одним из таких умельцев мы познакомились в столичном музее Ивана Гончара Вадим Шевчук, или как он еще себя называет, лирник Ярема Не только играет на ливе, но и расписывает храмы АПЛОДИСМЕНТЫ В его репертуаре украинская и западноевропейская инструментальная музыка От раннего средневековья до позднего барокко Ярема играет на колесной лире, старосветской бандуре, волынке, блокфлейтах, испанской гайде, корней мюзах Доминирующая среди них лира Раньше этот инструмент назывался орган-иструм Первые свидетельства о нем появились в 12 веке Тогда инструмент был настолько велик, что на нем играли два музыканта Один крутил рукоятку, второй играл на клавиатуре Со временем орган-иструм стал более компактным, так что на нем мог играть один человек Как-то прогуливаясь по аллее возле исторического музея Я услышал пение под старосветскую лиру Меня это очень поразило Начиная с того момента для меня уже не существовало никаких вопросов На следующий день я нашел мастера Николая Будника Который изготавливал эти музыкальные инструменты И обучал исполнительскому мастерству И вот с тех пор я занимаюсь старосветской музыкой Сегодня свое исполнительское мастерство художник активно проявляет в ансамбле древней музыки Константина Чечени И коллективе старинной музыки Хорея Казацкая На вечере в исполнении Ели мы прозвучали псалмы, канты и произведения украинского вертепа 18 века Он продолжает традиции украинского кобзарства и не раз уже принимал участие в фестивале Кобзарская Троица Это фестиваль традиционного кобзарства в Украине Проходит он на Троицу не случайно Именно этот праздник был традиционным днем начала сезона кобзарей На Троицу кобзарей и лирники собирались у стенки его печерской лавры И настраивали струны своих инструментов под церковные колокола Именно на этих инструментах И об этом свидетельствуют записи фольклористов 19 века Играли слепцы, которых мы называем лирниками Они вели бродячий образ жизни, имели определенный ареал путешествий Где исполняли свои произведения Это были песни семейно-бытового, сакрального содержания Среди приглашенных на мероприятие были и друзья Яремы В частности, Олес Санин, который в этом году завершил работу над своим фильмом «О кобзарях, поводы или цветы имеют глаза» Режиссер тоже увлекается игрой на лире Мы, когда начинали играть на инструментах Ярема Расписывать церкви, кто-то писать тексты, учить детей Все мы пришли со святой верой в то, что перед нами наши учителя Это люди, которые несут огромное знание, веру, культуру Уже более 20 лет Ярема работает в области реставрации А недавно увлекся еще и монументальной живописью Автор настенных росписей Успенского собора Киево-Печерской лавры в Киеве Владимирского собора в Херсонесе Дворца Разумовского в Батурине Сейчас работает над внутренним убранством Успенского собора в Каневе Следующая неделя будет шестой и последней неделей Святой Четыридесятницы А называется эта неделя вербной или неделей вайи Или цветоносной в память о ветвях и цветах С которыми народ встречал вход Иисуса Христа в Иерусалим К этому времени и преподобные отшельники возвращались в свои обители из пустынь Куда они, подражая Господу, бывшему в пустыне и в посте и молитве 40 дней Удалялись на время Святой Четыридесятницы Начиная эту седмицу, церковь молится о постящихся Чтобы они вкупе с Лазарем Четырехдневным После сорокодневного поста воскресли от смерти греха Приготовляет и призывает всех нас к духовному встретению Царского входа Господа в Иерусалим А сейчас мы прощаемся с вами До новых встреч Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин